Эти колокола из учебной звонницы Минской школы звонарей. Каждый, всего их восемь, обладает неповторимым звуком. Или словами руководителя школы Богдана Берёзкина, голосом Бога, взывающего души к покаянию. Когда ты делаешь Божье дело, конкретно звонишь в храме, к службе, и во время важных, самозначимых моментов богослужения, то есть какое-то такое воодушевление находит, знаете, как белорусское слово есть, натхнение. А по-другому это можно объяснить, что просто Божье посещение такое. Своё занятие Богдан тоже считает Божьим промыслом. О том, что идёт набор в школу звонарей, он узнал совершенно случайно. Студент Белорусской академии музыки, тогда, в 2000-м, на каких только инструментах он не пробовал играть. А вот звонить в колокола не умел. Начав учиться в школе звонарей, ну, получалось. И в тот момент, когда я начал учиться, понял, что очень интересно будет вообще рассказать о колоколах, поделиться тематикой колокольной с кем-нибудь ещё. И тогда я даже написал ходатайство, чтобы мне разрешили замену дипломной работы, то есть методической по баяну на исследовательскую работу касательно колокольного звона. То есть это была, наверное, первая работа за постсоветское время в Академии музыки, которая была совершенно по другой тематике. Но на этом интерес не иссяк. Несколько лет он был простым звонарём. Пока в 2003-м ему не предложили возглавить учебное заведение. Занимаемся именно возрождением традиций колокольного звона Русской Православной Церкви. И выпускники нашей школы звонят, можно сказать, почти во всех приходах Белорусской Православной Церкви. Также в ближайшем зарубежье были у нас студенты из Прибалтийских республик, с Украины. Были в прошлом году уже несколько студентов из Польши. С благородной миссией он приехал и в Брянск всего на один день. Студентам и преподавателям колледжа Богдан Берёзкин рассказал об истории колоколов, которые советская власть переплавляла на медные монеты. Объяснил значение колокольного звона. Ещё в древности, возвещающего то ли о начале богослужения, то ли о церковном празднике, то ли о беде. Гость из Белоруссии показал залу основные приёмы канонических звонов Православной Церкви. Этот звук очищает не только душу, но и тело. В этом звонарь даже не сомневается. Доказательств лечебных свойств колоколов существует множество. Взять, к примеру, научные исследования, подтвердившие факт уничтожения ультразвуковой волной колокола многих болезнетворных микроорганизмов. Звонари вообще очень-очень редко болеют, потому что даже если взять звон, когда на крестный ход и на Рождество звоны, когда звона очень-очень-очень много, и по 20-30 минут на морозе, 20-ти градусном стоишь, и вроде как замерзаешь, спускаешься и не болеешь. Имел ли звон, огласивший стены колледжа оздоровительный эффект, покажет время. Но уж точно гости концерта насладились чистейшей колокольной музыкой и обогатились новыми знаниями. Елена Бочкарева, Ярослав Кулаков, События Брянск.